В Самарском зоопарке Андрей Болтушко работает уже несколько лет. Заведующий акватеррариумом не только кормит животных, но и следит за их здоровьем. Перед зимним сезоном Андрей в обязательном порядке осматривает подопечных на предмет самочувствия и заболеваний, чтобы они перезимовали без проблем и ущерба для здоровья. Особое внимание сотрудник Самарского зоопарка уделяет рациону рептилий. Для того, чтобы им пережить этот нормальный, благополучный зимний период, им нужно допастись как можно больше разнообразными витаминами. Чем разнообразнее корм, тем животные более здоровее. Из-за аномальной жары некоторые животные остались без корма. Сейчас их подкармливают сезонными фруктами и овощами. Ну а птицам достается в осенний и зимний период черноплодная рябина. По словам специалистов, эта ягода содержит в себе много полезных веществ, которые более эффективно поддерживают здоровье крылатых. Например, витамины П в ней вдвое больше, чем в черной смородине и в 20 раз больше, чем в апельсинах и в яблоках. А содержание йода в ягодах черноплодки в 4 раза выше, чем в землянике, крыжовнике и малине. У нас в питомнике содержится много птиц, в том числе птицы, занесенные в Красную книгу Самарской области. Это глухари, рябчики. Мы с радостью бы приняли в дар нашим птицам черноплодную рябину, обычную рябину, бояршник. Помочь животным запастись витаминами перед наступающими холодами может каждый желающий. В Самарский зоопарк можно привозить овощи, фрукты и ягоды. Для гостинцев организована специальная тележка. Она расположена у ворот. Ольга Павлова, Никита Колосов, Сергей Баскин. События.